Быть заложником чьим-то ужасно и страшно, от кого-то зависит внезапный обрыв, самый лучший рассвет темнотой окрасит, самой сладкой идеей яд неведения скрыт. На заложниках будто бы мира залог, и стабильность, и страх о любимых лишиться. Сам заложник лишь пешка, упрямство и склок, в первый час неурядец окажется лишним. Мы заложники все своего языка, оправдание от слов и награда. Никогда ни о ком не суди свысока, а от него и падение рядом. Чтобы худо кому-то в сердцах не сказать, избежать за язык осуждения, завязали язык, развернулись назад, поразить нематой способен лишь демон. И пришли знатоки и доропеи с трофеем, как молчать углубляться в свою пустоту, тягу к ближним, привязанность, ветер развеял, написали устав, нематой зарастут. Брат Пахомий с Василием пишут уставы, на Антония ссылки снесет Венедикт. По уставам монахи безгласными стали, к благовестию презрения пропал аппетит. Изощрялись в уставах для богослужений, входы-выходы знают, кадилом махать. С чередою к молчанию пришли поражения, их из келей повытрясут, словно котят. Церковь стала заложницей у деклараций, у симфонии с лютой безбожьей властью. За топор благовестия скучно им браться. В послушание к невеждам вошли все несчастья. Стыд и срам быть заложником не у кого-то, а у собственной глупости Библию бросив. Дух Христа да укажет плененым свободу. Всем свободным на проповедь. Это так просто. 12 апреля 2007 года.